Глава 6. Подзаголовок 2. Несправедливость односторонних обвинений Израиля. Что можно сказать наверняка, так это то, что без энергичного и систематического поощрения демократические нормы не смогут развиваться в арабском мире. Но Запад не желает оказывать такое давление по трем причинам. Во-первых, арабам принадлежат большинство нефтяных ресурсов в мире и нет демократии, готовых противостоять поставщикам топлива для их экономик. Во-вторых, демократии оправдывают свой снисходительный подход к арабским диктатурам из-за сведения понятия демократизация к узкому значению господства большинства, которое, каким бы ни было законодательство, защищает свободу личности и создает системы сдержек и противовесов. И дополнительным опасением, которое само по себе оправдано, что такое правление приведет к власти исламских экстремистов во многих арабских странах. В-третьих, даже если бы у западных правительств были достаточные ресурсы для преодоления этих двух препятствий, нельзя забывать, что проарабская бюрократия, все еще задающая тон в ближневосточных отделах большинства министерств иностранных дел на Западе, находит способы подавить и воспрепятствовать любому намерению оказать реальное давление с целью либерализации в арабском мире. Если Запад не желает работать над демократизацией арабского мира, он должен, по крайней мере, усилить сдерживающий потенциал единственной демократии на Ближнем Востоке, то есть Израиля, и стремиться ослабить экстремистов в диктаторских режимах. Такой подход основан на том же принципе, что и мирное сосуществование с позиции силы, принятом Западом за последние 50 лет, атака на диктатуры, дружба с демократиями. И вот, когда дело доходит до этой части мира, понятие различий между двумя типами мирного сосуществования, приобретенное такой дорогой ценой, улетучивается, и Запад поступает наоборот, постоянно безжалостно понуждает Израиль уступить диктаторам и спешит их умилостивить и ублажить практически всеми возможными способами. Наиболее ярким примером такого непостоянства является поведение по отношению к Саддаму Хусейну, ведь даже американская администрация настаивала на предоставлении ему гарантий по кредитам всего за несколько дней до его вторжения в Кувейт. В войне, которая разразилась после, США были вынуждены бороться с оружием, полученным Ираком от Франции, Италии, Великобритании и Австрии при бомбардировке иракских укреплений, построенных бельгийской компанией, и оснастить свои войска средствами защиты от отравляющих газов, предоставленных Ираку германскими и швейцарскими компаниями. И разве мы извлекаем необходимый урок после войны в Персидском заливе? Конечно, нет! Оказывается, дурная репутация Саддама Хусейна теперь мотивировала некоторых западных поставщиков продавать свои товары другой диктатуре – Сирии, взамен, в кавычках, на готовность сирийцев поддержать Соединенные Штаты, проливающие американскую кровь против заклятого врага Сирии – Ирака. Но Запад не только усиливает арабских диктаторов, отказываясь требовать взамен демократических реформ или минимального уважения к правам человека. Когда он, наконец, вспоминает о нарушении прав человека на Ближнем Востоке, он обычно сосредоточен на Израиле – единственной демократии в регионе, уважающей эти права. Всегда найдутся те, кто утверждает, что из-за своего поведения на «оккупированных территориях» в кавычках, Израиль не имеет права называться демократическим государством. Нет сомнений в том, что поведение Израиля лучше других демократий в мире, которые оказались в аналогичных условиях военного правительства, в состоянии непрекращающейся войны и даже демократических государств, перечисленных ниже. Обычное гражданское правительство обязано бороться со вспышками насилия, угрожающими спокойствию общества. Обзор Одностороннее осуждение Израиля игнорирует способ подавления гражданских беспорядков в Лос-Анджелесе и Детройте и заботу, в кавычках, оказанную американцами американским гражданам из Мунца. Японцы во время Второй мировой войны, которые были заключены в концлагеря, на все годы войны еще имущество было конфисковано. Она закрывает глаза на то, что Соединенные Штаты сделали в Панаме и Гранаде, не учитывает антитеррористические меры, принятые британской армией в Северной Ирландии, и не помнит военного правления, которому подвергли союзники Германию и Японию после войны. Израиль – это демократия на войне, и его поведение не хуже и не жестче, чем у любой другой демократии в подобных обстоятельствах. Достаточно даже беглого обзора истории Ближнего Востока за последние годы, чтобы доказать, что арабы строго соблюдают правила «мирного сосуществования с позиции силы». В 1975 году, когда шах Ирана был на пике своих сил, Саддам Хусейн подписал соглашение о ненападении на Иран, потому что ему было ясно, что агрессией он ничего не добьется. Но когда шах и его могучая армия пали, Саддам Хусейн разорвал соглашение и вторгся в Иран, начав тем самым кровавую ирано-иракскую войну. Только через 8 лет Саддам Хусейн, понимая, что Иран не будет побежден, попросил заключить с ним мирный договор. Но тогда подумал Иран, тоже далеко не такое уж демократическое государство, что есть у него шанс на победу и отказался остановить войну. Только после того, как Саддам Хусейн смог отбить контратаку иранцев, Иран также призвал к прекращению боевых действий, и взаимное сдерживание было восстановлено вдоль первоначальной границы между двумя странами. Кувейт тоже пал жертвой агрессии Ирака, потому что не смог защитить себя. Он практически прекратил свое существование как государство, пока не был возрожден после вторжения Соединенных Штатов и их союзников. В то время, как два самых крупных хищника, Ирак и Сирия, никогда не воевали друг с другом из-за взаимного страха. Агрессию хищных арабских режимов можно обуздать только двумя способами – силой сдерживания, а в случае неудачи – силой оружия. Их агрессия может быть отражена, только если кто-то сильнее их отрицает их завоевания. Так было, когда ливийцы вторглись в Чад, а французы изгнали их в 85-м году, или когда британцы помогли Йемену отразить вторжение Египта в начале 60-х. И, конечно же, то же самое произошло с Ираком во время войны в заливе. Другими словами, мир на Ближнем Востоке означает концепцию мира посредством сдерживания сильной рукой. Продолжение следует...